Продолжение следует... Совсем недавно я написал коллективный договор непосредственно по своему предприятию, в этом мне помогали товарищи Попов, товарищи Французов, товарищи Федотов, помогали в основном наставлениями, то есть я пошел по той самой схеме, которая всеми вами знакома, то есть мы берем договор докеров, договор докеров и для нас является как бы основой, там все продумано именно по стадийности, то есть напомню, что там на первом месте стоит совершенно не борьба за заработную плату, а все остальное, что должно дойти до заработной платы, то есть если у человека нет работы, то есть он не занят его вышивами из предприятия, то о какой заработной плате может идти речь? Если человека там где-то убило из-за неуполнения какой-то техники безопасности и тому подобное, что должно быть на предприятии, то опять же зачем ему эти деньги, когда его уже нету? Поэтому за основу у меня взят договор докеров именно по его структуре, по наполнению, так как медицина у меня является не совсем то, о чем написано в договоре докеров, то естественно большая часть документа, наполнения, оно там очень медицинское сквозит. Тематикой, откуда я это все взял, помог мне этот товарищ французов, так как он старый профсоюзный деятель, возглавлял профсоюзную первичную организацию на своем производстве, то он мне сказал, ты обратись просто уже к тому, к наработкам, которые есть в твоей отрасли, то есть возьми банально отраслевое соглашение. Действительно я взял отраслевое соглашение, нашел для себя там кучу полезной информации. И третий источник, который мне посоветовали, это просто взять уже соглашение, которое есть на других предприятиях, но именно медицинского плана. Но выяснилось, что большинство вот этих соглашений, которые на медицинских предприятиях, они составлены работодателем и ничего полезного, ну, в большей части ничего полезного не несут. То есть я взял оттуда какие-то единичные моменты, которые мне понравились. Но еще раз говорю, то есть прочитав документ, там в 200, в 300, у некоторых даже до 400 страниц, ну, находишь там 2-3 пункта, которые у меня еще не было. Ну и в дальнейшем сейчас у меня ситуация на предприятии состоит следующим образом. Но кто следит, ну, хотя бы чуть-чуть за тем, за какой-то там, типа моей деятельностью. Ну, для тех не секрет, первую профсоюзную ячейку, которую я организовал, так как я организовал непосоветовавшись в партии, как это и что делать, то есть потому, как меня научили там лидеры КТР, соответственно, мне эту ячейку разгромили. И я нахожусь сейчас на той стадии, когда, в принципе, есть коллективные договоры, мне надо его проталкивать на предприятие, проводить жизнь, то, что, ну, вот это хорошее, бороться за свои конкретно права. Тут вот такой нюанс, что мы будем бороться за свои права, я буду бороться не против администрации, а буду бороться за права, которые, ну, за улучшение условий труда, которые прописаны в коллективном договоре. Права – это интересы. Интересы, да. За свои, так сказать, кровные интересы. Соответственно, я уже довел до части своего коллектива, за что я хочу побороться. И, о чудо, сразу нашлись желающие организовать со мной новую ячейку, то есть те люди, которые работали со мной полгода назад, они уже даже уволились из моей организации. И сейчас, как бы, вот я пришел с новыми мыслями, с новыми планами, с новой стратегией, которая в корне отличается от того, что я хотел предпринимать буквально 8 месяцев назад. И я пришел с новыми, и люди появились, которые откликнулись, и сейчас я организовываю свою вторую, получается, первичную ячейку, профсоюзную. И будем проводить это в жизни. Я вот с собой привез, я с собой привез следующее. Для работы с коллективом, естественно, надо было выжимку сделать, сделать выжимку из своего коллективного договора. Давайте все, я вот сейчас. Потому что, сами понимаете, что люди, ну, не будут читать эти даже 39 страниц, которые, ну, знаете, там раздается. Люди не будут читать вот эти весь коллективный договор, но вот этими, как бы, моментами я хочу заинтересовать людей, чтобы за это поучаствовать. Когда люди первые прочитали все, что здесь написано, они заинтересовались. При этом поймите, что вот эта выжимка сделана именно такими фразами, ну, как бы, бойкими. Это не то, что там абзац, который чего-то там объясняет. Нет, это бойкие фразы, которые поясняют, за что я борюсь. При этом, как бы, первая выжимка у меня состояла из пяти страниц, на что мне было указано, это мне позволительно. Вы представляете, да, вот все, что тут написано, это выжимка из той выжимки, которую я сделал. То есть, у меня еще там куча вот такого вкусного, интересного. То есть, допустим, на съезде было вопрос, ну, что там можно, за что там можно бороться? Да, там столько всего, за что можно, именно за счет чего можно улучшить положение, вот, допустим, на моем предприятии, в медицинском секторе. Также я для работы с коллективом, то есть, я буду ходить по коллективу, будут мои люди ходить с коллективом разговаривать. У меня, ну, как бы, я всегда буду с собой иметь коллективный договор распечатанный, но это у меня, естественно, проект коллективного договора. Коллективный договор у меня заключается в июле, в тире, в июне, вернее, в июне месяце. И я должен за три месяца от своего профсоюза подать, что мы готовы вести переговоры о заключении нового именно, не продления старого, а заключении нового коллективного договора. Значит, и для этого у меня всегда будет под рукой проект коллективного договора, чтобы кому-то отдать, если кто-то заинтересуется, обсудить, чтобы вносили какие-то изменения. Я Ивану Михайловичу один экземпляр отдаю, еще один экземпляр дам Дегтяреву, потому что я заинтересован в его помощи как, соответственно, медицинского работника. Еще один аспект, с которым я столкнулся при проведении работы, это то, что одно дело коллективный договор, но есть еще такое понятие, как специальная оценка условий труда, который идет по отдельной методике. Это целый, соответственно, приказ, это целая отрасль уже получается в нашей стране, которая этим занимается. И для меня почему-то сейчас, ну не почему-то, а я уже понимаю, что сейчас, помимо агитации за коллективный договор, надо отдельно, параллельно вести борьбу за изменение той комиссии, которая прошла по специальной оценке условий труда. Потому что, допустим, на моей скорой помощи занизили класс вредности, и из-за этого мы лишились льгот, денег и тому подобное. То есть коллективный договор конкретно эту проблему не решит. Поэтому параллельно с борьбой за коллективный договор и агитацию за коллективный свой проект, мне придется вести еще за пересмотр соут, потому что это, ну, мне кажется, что это поднимет еще и рейтинг моей организации, если у нас это все пройдет хорошо. Ну и там подобное. Ну вот, в целом вот так. Какие вопросы, товарищи, выводите? Юрий Ставич, можно вот это дело сосканировать и выложить в интернете? На мостеречке, колец? Я еще вот, я вот этот момент еще не понял, можно, нельзя. Ну, как бы, я... Я думаю, что мы даже нужны. Потому что... Мы даже нужны. Я почему сделал на зелененькой бумажке? Ну, потому что, чтобы это среди беленьких бумажек. Это правильно, правильно. Это все очень хорошо. То есть, чтобы кто-то раз... Ну, что, на всякий случай Михаил Васильевичу посоветоваться, на всякий случай. А так вообще, я думаю, нужно. Если Михаил Васильевич, я думаю, надо... Ну, смотрите, еще, да, я забыл еще момент. Вот еще один момент. Я состою в профсоюзе действий, это межрегиональный профсоюз. Соответственно, у меня есть выход на всю... По большому счету, на все регионы нашей страны в том или ином ключе. То есть, получается, что, ведя борьбу за свой коллективный договор, я уже начал распространять этот проект коллективного договора в отрасли. То есть, я когда был учеба, совсем недавно, буквально месяц назад, я ездил на учебу по своему профсоюзу. Но там были... Ну, там приехали люди именно для учебы, вот такие, которые вот новички. И я им раздал вот этот проект коллективного договора. То есть, он уже пошел, ну, как бы, стал распространяться по стране. Вчера я участвовал в передаче «Востанкино», «Востанкино», где говорилось о проблемах в медицине. То есть, там типа дебаты. Там был я, и там были еще два. Один депутат из Госдумы, один из фронта там национального чего-то, чего они там... Ну, типа, типа, типа. Ну, они... Так вам покажут вас в ящике? Да, да, там это в записи 15-го числа на ОТР какой-то канал есть. Но не принципиально, он мне не показывает канала, телевизора, нет. Да нет, если вас покажут, так это надо как-то это самое. Я к чему? Я там обозначил, так как это в записи, и будет это все отрезаться, я подал следующую мысль. Товарищи, давайте определимся между понятиями стоимость рабочей силы и заработной платы. То есть, я объяснил, что есть такой фонд рабочей академии, что по регионам просчитывается стоимость рабочей силы, и что она не то, что доктору надо 20 платить тысяч или 23, что порядок должен быть другой. 200 вы платите или 100, или 200 тысяч. Они стоят ртами, рты разинули, никто вот в этом понятии не ориентируется. Замечание предложения. Что мы не только должны коллективные договоры писать, а писать и рассчитывать, чтобы это подхватило отрасль. То есть, написали электрики, это распространять на всю отрасль. Ну вот так, которая... По возможности, да. Спасибо. Ну всё, с этим вопросом мы закрыли. Спасибо. Спасибо.